Сначала я хочу выразить глубокие соболезнования всеми погибших и пострадавших жителей нашего района. Сводная информация по состоянию сейчас. Мы имеем обрушение одного подъезда полностью, многоквартирного жилого дома. Жилой дом состоял из шести подъездов, 80-ти квартирник. В настоящее время жители обрушенного подъезда самостоятельно разместились по родственникам. Одна женщина, которая не имела родственников, нами размещена в гостинице. Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения. Завтра мы ожидаем техническую комиссию, которая обследует дом и сделает свое заключение именно по всему дому и по каждому подъезду в частности. После чего мы будем принимать решение о дальнейшем заселении в подъезд людей, который не пострадал, но находился самый близкий к подъезду, который обрушился. По нашим данным, в данном подъезде проживало 33 человека. В настоящее время мы, к сожалению, нашли тела 9 погибших. Из них четверо детей. Судьба одного человека пока неизвестна. Устанавливается. Работы продолжаются. К нами созданы три пункта временного размещения людей на базе лицея и на базе двух учебных заведений по линии управления образования, где готовится уже горячее питание. И в дальнейшем, если потребуется любая помощь, она будет предоставлена. По распоряжению губернатора нами уже начата работа по приобретению 15 квартир для жителей пострадавшего подъезда. Все эти квартиры в ближайшее время будут нами находиться в пределах Тымовского района, приобретаться и предлагаться гражданам для заселения. В каких-либо обращений граждан о возможном запахе газа службу, единую диспетчерскую службу не поступало. В мэрию также не поступало. Значит, к нам сюда в помощь едет 35 сотрудников ГО и ЧС. Завтра с утра сотрудники ГО и ЧС начнут аккуратно, самостоятельно, без допуска жителей в этот подъезд спускать уцелевшие вещи, документы, одежду. Все это будет маркироваться, все это будет описываться. Если граждане, которые на месте смогут и захотят забрать свое уцелевшее имущество, такая возможность будет предоставлена. Те граждане, которые не заберут свое имущество, оно будет складироваться на складе и подписано для последующей выдачи. На эту минуту, буквально 30 минут назад, все системы жизнеобеспечения приведены в порядок, свет, вода, тепло поданы в оставшиеся 4 подъезда уцелевшие. Жители всех уцелевших подъездов разместились самостоятельно, кто по родственникам, кто по друзьям. К нам обращений для оказания помощи не поступало, но если такие обращения поступят, мы готовы их разместить. Нами создана группа WhatsApp, где находятся все пострадавшие граждане. И мы буквально в прямом диалоге решаем все поступившие вопросы и проблемы. По нашим данным, в доме было зарегистрировано 171 человек. Это на 80 квартир.